В дневнике у Волочки нас спасает только то, что книга написана, и первое издание вышло в 1995 году. 1995 год. Итак, в дневнике у Волочки уже записано 200 замечаний. А у Машеньки всего 112. Через сколько недель они сравняются, если Машенька получает на 22 замечания в неделю больше, чем Волочка. Итак, скажите, пожалуйста, что здесь мы будем брать за скорость? Как отметить? Замечания в неделю. Замечания в неделю. Только почему вопросительный тон? Тон восклицательный. Замечания в неделю. 22 замечания в неделю. Итак, 22 замечания в неделю. Так и запишем. 22 замечаний за неделю получает Машенька. Больше, чем Волочка. Какой нужно ликвидировать зазор по замечаниям? Неизвестно, сколько замечаний получают люди в неделю. Да. Нам неизвестно. Нам неизвестно. Ну, давайте напишем, что не будем решать. Что? А почему? Ну, не знаешь, сколько Волочка получает за мечами? Может, Волочка неизвестно. Нам что надо? Да. Давайте представим, что Вова не получает за неделю замечания. А Ленин? Нет. Нет, ну слава Богу, здорово. Итак, значит, что нам нужно? Нам не нужен ИС. Нам сейчас не нужно ничего усложнять. Когда учитель думает, что он облегчает задачу ученику, а ты представь, что у тебя в кошельке 100 рублей. Ну, у кого шок? Да? Айфон видит, 100 рублей не видит. Ну, как представить, что у тебя в кошельке? Ну, вот чего нет, не придумываю. Ну, нету, нету. Мы не знаем, сколько у Вовочки. Нам и не особо нужно. Правильно? Потому что нам уже дано, что Машенька догоняет его со скоростью 22 замечания в неделю. А вопрос был, когда догонят? Через сколько недель? Правильно? Да. Ну, давайте смотреть, через сколько. Какой зазор у них в замечаниях? 22. Да. Сколько? Да. Всего 12 замечаний? 88. Да это, как говорится, за полнедели справится. 88. 88, как посчитал? Ну, 200 минус 112. 200 пишем. Итак, 200 минус 112 замечаний. 88 замечаний. 88 замечаний. Это их разрыв на сейчас. Каждую неделю Машенька упорно трудится и получает на 22 замечания больше. Да, пожалуйста. На 88 день на 22. И получается, что мы его доводим за 2 недели. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Ещё раз. Разделить на 22. Получается? 4 недели. Ещё раз. 88 на 22, да? 4. 4. А 4 чего? Недели. 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 Бабушка, говорили про недели? Недели. Значит, она его догонит за 4 недели. У нас было 88. Давайте себя проверять. Замечания. Мы хотели узнать, сколько получается, да? Сколько раз одно число укладывается в другом. Это знак деления. Брали мы скорость, с которой эти замечания наверстываются, да? Это замечание в неделю. Это замечание в неделю. А дальше мы вспоминаем правило. Разделить на дробь. Это значит умножить, если мы хотим число А, разделить на дробь. Это значит умножить на дробь обратную данной. Разделить на дробь. Это значит умножить на дробь обратную данной. Получается А, Б разделить на А. А на А разделить, получается, делиться. И остается только Б. Здесь замечание умножить на переворачиваю неделю. А здесь замечание. То замечание и замечание сокращаются. Да? Число сокращается. Остается неделя. То есть у нас полных 4 недели. Угу. Хорошо. Хорошо. Ну и давайте тогда, раз уже у нас речь зашла про обратные числа. Здесь никто не спрашивает. А на новое. Что такое число обратное данного? Если мы меняем местами числитель и знаменатель, это будет число обратное данного. Число обратное данного. Произведение. Эти два числа дадут меня лицам. Произведение числа на число обратное. Ну и давайте потренируем. Если у меня есть число 2 третьих, то число обратное. Переворачиваю. Три вторых. Договорим. Семь пятых. Число обратное. Пять седьмых. Пять седьмых. Одна треть. Треть седьмых. Треть седьмых. Треть. Треть первых. Треть первых, то есть? Треть седьмых. То есть три. Треть. Хорошо. Два. Число обратное. Два. Минус два. Обратное. Два. Одна. Вторая. Проверяй себя. Всегда вспоминай. Так. Если что-то забыл, произведение дает единицу. А то, что ты сейчас вспомнил, это было число противоположное. На право пойдешь. Противоположное. Пополучишь. На лево пойдешь. Единицу. Минус два получишь. Понятно. Поэтому в данном случае это про другое было. Сказка. Договорились. Сказка. Продолжение следует. Продолжение следует.